Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео хочу показать немножко какие дела у нас в тепличном хозяйстве Сегодня 19 марта Очень много работы Давайте по порядку вам все расскажу Купил я еще в начале марта пол машины дров, немного не хватило зимой И сейчас еще активно используем Вот заморозки были Последние Четвертый день уже морозы Топлю ночью, встаю Самый такой большой мороз был минус 8 В Воронежской области мы проживаем Ну там торф 20 мешков купил Сейчас потихонечку используем Много мешаем с черноземом И много пикируем цветов Дальше теплицы уже покрасили краской Краска фасадная, чисто белая В общем по поводу краски Водоэмульсионку смывает быстро Несколько дождей, ее больше нет Вот фасадная краска, чем мне понравилась В том году она у меня до осени была Постепенно она сходит Но потом уже она полностью уходит с морозами Морозы бьются, снегом За зиму больше следа не осталось И вот весной уже в марте я опять покрасил Почему? Потому что прямой солнечный свет С 10 утра и до 4 Очень сильно подпекает Растения только распекированы И получают большой стресс от этого солнца Сразу, ну нет нормального развития Видно, что им тяжело Поливать сильно перелить тоже нельзя Со шланги Приходится каждое растение По чуть-чуть поливать На это у меня уходило много времени И буквально 2 дня Я не выдержал Поехал, купил банку краски И покрасил Мне хватило 3 теплицы По поводу вопросов Затеняющей сетки, друзья Я просто ничего абсолютно сказать не могу Я ей не пользовался И просто как мне кажется Это лишнее движение Это будет и дороже И нужно постоянно открывать Накрывать А краской я покрасил И мне до осени хватило Поэтому вот как-то так И теперь уже поливаю растения Не каждый день А каждые 2-3 дня примерно И так смотрю Но они намного себя лучше чувствуют Когда их так притянишь Ну здесь как бы не полная тень, друзья Чтобы вы поняли А просто притупляет прямой солнечный свет Покрасил я получается вот Эту сторону теплицы Половина, где у нас солнце Солнце с этой стороны И очень сильно давит С этой стороны ничего не красил Здесь просто вот Такой светлый В общем, света достаточно При таком притенении Кто задает вопросы А в особенности Это, конечно Касается летом Когда действительно прямое солнце И растения просто пропадают От такой жары Ну теперь давайте посмотрим Внутри теплицы Это вторая теплица у нас Здесь, значит, укрываем Агроволокном На ночь Мороза минус 8 Отопление по этим трубам Выдерживает И не только то, что укрываем На полу Но еще и в кашпо у нас висит Здесь и петунья И вербена Висят И в принципе ничего Справляется теплица Ну здесь у нас двойной слой пленки Хотя двойной слой пленки В том году у меня При морозе минус 5 Не справился И томаты начали подмерзать Поэтому Вот Воздушная подушка До минус 5 Еще может спасти А если Больше То То нет То нужно какое-то отопление Здесь я перенес Черенки хризантемы Хвойные Гвоздика Маргаритки Газанья Виола Ценарария гибридная Самосборные семена Здесь стоят Ее нужно перенести Здесь ей было тяжело Много света Она не любит Начинает подсыхать Сейчас я ее покажу еще Потом у нас там Аргирантемум Ну сейчас я пройдусь По порядку Покажу друзья Давайте отсюда начнем По клубнике Клубника Заказывал я фриго Вся взошла 100% укоренение Просто Приживаемость 100% И Два настоящих Листочка Третий Начинается Но проблема Появилась Вот кое-где Начал замечать Пятнистость Вчера побрызгал Все фунгицидом Луна Для начала Вот она Пятнистость Серая Или белая Пятнистость Я еще по клубнике Мало соображаю Вот Но Будем лечить Сейчас фунгицид Луна Через Неделю Наверное Будем повторять Если есть советы Друзья Пишите в комментариях Цветоносы Первые Такие маленькие Видно что цветочки Я конечно стараюсь Удалять Сейчас Будем Наращивать Куст Вот В общем Как-то так Здесь у нас клубничка И в кашпо Я еще сажал Вот они Тоже сидят В принципе Ну в общем И все По клубнике Что еще скажу После укоренения Это был превикур Ну то есть Я замачивал корни Превикуром Перед высадкой После высадки Хорошо поливал И потом По подкормкам Первая подкормка Это я давал Кальций И потом Фосфор 13-40-13 Пока что Все Обработка По листу Фунгицидом Луна Вчера была Наверное Нужно было Раньше Фунгицидом Брызгать А сейчас Пятнистость Появилась Ладно Идем дальше Хризантема Черенки Это заказы Вот повыносил Первые заказы Которые Сейчас дальше Черенкую Поэтому друзья Все в порядке В очереди Я буду Отправлять Немножко покажу В принципе Я мог бы И сейчас Уже отправить Первые заказы Но опять же Друзья Морозы Там Минус 3 Минус 5 Ну я боюсь Конечно Мало ли что Случится По почте России У нас Да Давайте посмотрим С черенками Что у нас Ну вот такие Вот корешки В принципе Готовы Все подписано Здесь вообще Тесно ему становится Вылазит Через дренажное Отверстие Ну корень Мощный Черенок хороший Тоже фунгицидами Обработал От заболеваний Антистресс Делал обработку Вот Но этот Перерастает Его нужно будет Конечно Прищипнуть Здесь Вот такие Вот Ну все подписано У меня там По альбомам Каждый стаканчик Подписан В 100 граммовых Стаканчиках Стоят в таких Кассетах Здесь тоже Идем дальше Хвойники Пока друзья Корневой системы Нету Пока Ничем похвастаться Тут не могу Но стоят Все зеленые Туи Можжевельники Ну скоро Будет Корешок Апрель Я думаю В том году Правда поздно Укоренились Но укоренились Ну буду держать Оно того стоит Да Сейчас покажу Хвойники Прошлогодние Вот они То есть Можжевельник Это у нас Скальный Можжевельник Здесь Ну доставать Одной рукой Неудобно Корневую систему В принципе Смотреть особо Не имеет смысла Курень там хороший Потому что Два года ему уже Но Туйка Конечно Подросла В два раза Больше стало И чем дальше Тем она Быстрее растет Края Листвы У нее Светло Такого Зеленого Цвета Уже похоже Такие маленькие Деревья Эти я буду В этом году Высаживать себе На участок Не хочу Их продавать Буду Озеленять Свой участок Потом Газанья Вот такая Газанья Только сейчас Листья Начали Становиться Более Такие Крупные Широкие А то Стояли Тонкие После Пикировки Сейчас Видно Адаптировалась К этим Условиям И Разрастается Маргаритка Это Маргаритка Посевы К майским Продажам А это У нас К 8 марта Чуть Чуть Не продали Была Чахлинкая За зиму Разрослась Но Сейчас Хорошая Стала Конечно Сейчас Лис Начала Набирать Весна Пришла Цветок Чувствует Хорошие Такие Цветы Там Еще Чуть Виола К майским Продажам Разрастается Виола Вообще Себе Прекрасно Чувствует Это У нас Виола Которая Была Под снегом Немножко Что-то Какие-то Признаки Заболевания Она Показывала Вот Они Края Листьев Рамуляриоз Называется И После Этого Пошла Нормально В рост Ну Вот так Вот Кое-что Цветет Кое-что Я Повез На реализацию Один ящик Буквально Ну и Все Пока На этом И Здесь Дальше Виола Виола Там Ее Много Сейчас Пройдем Дальше Цинерария Гибридная У нас Вот На бутонах Стоит Но Проблема В том Это Самосборные Семена Друзья Скоро Они Зацветут Вот Есть Даже Уже Видная Расцветка Проблема В том Что Я Когда Вынес В эту Теплицу Просто От Недостатка Места Сначала Здесь Света Ну Побольше Постоянно Она Стоит Под Светом Там Она У меня Такая Более Притяненная Была И Теплица У нас За Домом А Здесь С утра До Вечера Просто Свет И Ну И Соответственно Весной Стал Больше Длиннее Световой День Поэтому Она Стала Очень Низкая Вот Можно Посмотреть Она Закладывает Бутоны Но Цветоносы Не Тянутся Как На той Цинерарии Которая Была К Восьмого Марта Кустики Ничего Такие Но Некоторые Листья Вот Ну Это Скорее Всего Просто Солнцем Поджигает Была Роса С утра И Буквально Да Восемь Часов Девять А в десять Уже Полная Жара Была Когда Прямое Солнце Цинерария Такого Солнца Не Любит Поэтому Здесь Ей Тяжело Приходится И Нужно Будет Ее Перенести И Друзья Будет Две Части Видео Наверное Через Пару Дней Буду Снимать Свою Теплую Теплицу Где Петуния Другая Рассада Распекированная Потому Что В этом Году Объемы Больше Вот В одну Теплицу Не Вмещается Уже Все Что Планирую Еще Огурцы Нужно Посеять На днях 700 800 Стокранчиков И Места Нету Вот Поэтому Все Переносим В две Теплицы И Все В одном Видео Будет Очень Долго Показывать Гвоздика Здесь У нас Потянулась Она Я Сделал Прищипку И Она Пошла Боковые Вот Эти Побеги Это Гвоздика Диана Вот Это Гвоздика Другой Сорт Супра Называется Я Еще Первый Раз Купил Не Знаю Посмотрим Как Зацветет Она Более Конечно Такая Компактная Кустистая Маточные Кусты Хризантемы Тоже Переношу В эту Теплицу Уже Все Там Места Нет Первые Корейские Перенес Отщипанные Все черенки Пособирал Растут Новые Растут Новые Скоро Будут Дальше Это У нас Корейские Четыре Куста Здесь У нас Тоже Гвоздика Тоже Гвоздика Там Дальше Вербена Вот Вербена По-моему Ее я Показывал Пару Дней Назад Вот Такие Кустики Перенесли Тоже В эту Теплицу Потому Что Она Более Холодная Температура В принципе Нормально Удерживает Лабелию Пикируем Еще Много Предстоит Распикировать По 5-6 Кустиков Недрожированных Семян В один Стаканчик Вот Такая Пока Что Маленькая Потом Ящики Вот Эти Это У нас Капуста Ранняя Июньская Посеяна Еще не взошла Пока Поливаю Потом Аргерантем Вот Не знаю Я Как он Себя Тут Будет Чувствовать Пока Вроде Ничего Кустики Такие Пока Ничего Пока Все Нравится Но По-моему Жару Он Боится Что-то Я Помню В том Году Летом Когда Было Жарко Вот Даже В теплой Теплице Тяжело Он Развивался Тяжело Сейчас Еще Может Более Менее Ему Все Нравится Ну Посмотрим И Только По Осени У меня Получились Красивые Такие Кусты Которые Прям Цвели Все В ромашках Гвоздика Махровая Ее Я Прищипываю Вот Пускает Бутоны Но Он Он Тут Сейчас Не Нужен Абсолютно Кустик Еще Никакой Только Только Там Какие-то Боковые Побеги Закладывает Ему Нужно Будет Еще Дома Развиваться Хорошо Это Хризантема Высокорослая Я Ее Еще Держу Там Что-то Бутоны Какие-то Закладывает Я Хотел Выделить Попробовать Вырастить На срезку Высокие Ну Не знаю Друзья Посмотрим Она Просто Пока Стоит Я Даже На нее Особо Внимание Не Обращаю Просто Поливаю И Все Ну Возможно Что-то В будущем У меня С ней Получится Так Ну Это Все Я Вам Показал В принципе Здесь Еще Хвойники Можжевельники Которым Можжевельник Казацкий Двухлетка Уже Большущий Конечно Ему Тесно Думать Либо Пересаживать Побольше И Закладывать Плантацию В огороде Уже Хвойных Растений Под капельный Полив Можно Будет Поставить И пусть Разрастаются Чем Они Больше Тем Будут Дороже Или Выделить Место На участке Тоже Рассадить Таким Образом Озеленить Себе Участок Ну Вот Друзья Вторая Теплица На нее Я обзор Давайте Сделаю Через Пару Дней Пораньше Утром Встану По всем Растениям Пройдусь Здесь Очень Большой Ассортимент Много Чего Есть Показать И Что Еще Хотел Сказать В общем Много Посадили В этом Году Больше Даже Чем В том Рассады Очень Большие Планы Были Но Сейчас Как Вы Все Знаете С С С Коронавирусом И Могут И Рынки Закрывать Поэтому Вот Немножко Такие Тоже Волнение У меня Конечно Есть Мне Тоже Пишут Такие Вопросы Что Если Рынки Закроют Кому Продавать Не знаю Друзья Наше Дело Просто Уже Работать Раз Мы Взяли За Это Начали Теперь Остается Только Распекировать Все Нормально Вырастить Дождаться Майских Продаж Если В мае Еще Рынки Не Позакрывают Будем Торговать Ну А Также Само Собой И С Интернету Как То Работать Поэтому Вот Так Стараюсь Об этом Сильно Много Не Думать Ну Конечно Такими Вопросами Тоже Задаюсь Но Мне Кажется Рассаду Овощей Все Так И Будут Покупать Так Или Иначе Потому Что Людям Кушать Нужно В Любой Кризис А На Рассаде Цветов Вполне Возможно Будут Даже Немножко Экономить Наши Клиенты Но Посмотрим В общем Так Или Иначе Все Я Буду Показывать На Канале Делиться Рассказывать Как Вообще Сколько Удалось Продать Как Покупали И так Далее Поэтому Подписывайтесь На Канал Кому Интересно Следить Что У нас В тепличном Хозяйстве Следующий Ролик Через Пару Дней Друзья Поэтому Нажмите На Колокольчик Придет Уведомление На этом Все Всем Пока